Впервые в Черкесске состоялся кинофестиваль «Хрустальная вершина» при поддержке Министерства культуры Республики и «Татар кино». Гости из Казани – это режиссеры, актеры театра и кино – познакомили жителей и гостей Республики со своими картинами. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на мероприятии. Фестиваль начался с ярких выступлений артистов филармонии, затем к присутствующему обратился министр культуры Зураб Агирбов. Мы рады приветствовать вас на открытии нашего первого, уникального для нас, ну, наверное, значимого в развитии кино в Черкесии проекта, фестиваля «Хрустальная вершина». Для нас, для республики, которая только начинает свои шаги в профессиональном производстве кино, это, конечно, событие важное. Надеемся на сотрудничество с Республикой Татарстан, чтобы и там мы могли показать свое особенное, удивительное, интересное кино. Всем нашим производителям, продюсерам, киномастерам желаем удачи, успехов. Главной целью фестиваля стало знакомство жителей и гостей республики с новыми картинами и их создателями. Обмен опытом, популяризация творчества духовно-нравственных и культурных ценностей, а также создание объективного представления о культуре народов России. Я очень благодарна Черкесскому за то, что нас пригласили. Мы готовы любой фильм дать на показ, чтобы жители Черкесии увидели, как мы живем, кто такие татары, почему у нас есть свои общие корни. На самом деле мы очень близкие народы, и дружба между Крачево-Черкесией и Татарстаном, она давняя. Она имеет истории, она имеет истуки. Поэтому мы думаем, что на этом битке это очень важное событие. В программу «Дни татарстанского кино» отобраны лучшие фильмы, призывающие к добру, миру и справедливости. Один из таких стал фильм «Байгал» кинорежиссера Ильдара Яфарова. В картине играет роль следователя известный актер Владимир Давиченков, давний друг режиссера фильма. В центре сюжета судьба главного героя Галимжана играет Ренат Галимов, преподаватель актерского мастерства в Институте культуры, который долгие годы проживает в одиночестве в небольшом ветшалом домике на окраине татарской деревни. Много лет назад в Казани у него было все – любимое дело, любимая жена и сын, пока семейная жизнь не дала трещину. Это очень приятно, этот регион для меня очень новый. Я снимаю кино в Татарстане. Сюда привез две картины. Это «Байгал» и «Картина Живолевая». По-татарски она звучит «Исэнмэсэс». Они полнометражные, игровые картины. Я надеюсь, что… И вообще я снимаю кино о людях, и мне кажется, нет никакой разницы, татарская это картина или черкесская, или это русская картина. История одинаковая, история маленького человека, которая на самом деле очень большая, она очень близка любому человеку. Фильм рассчитан на глубокого, думающего зрителя. А красивые осенние пейзажи Татарстана не оставят равнодушным никого. Талантливые именитые гости из Казани были рады посетить нашу республику и в свою очередь приглашают к себе со своими фильмами и творческими работами.